73-летнему Ивану Митину в детстве родители заложили ориентиры, что семья должна быть большой, детей и внуков должно быть много и любить всегда нужно только одну женщину. Он так и сделал. В день семьи, любви и верности ему и его супруги вручили медаль за любовь и верность. А ее как увидел и все. Она меня увидит, квартет мой будет. Все заколдовала и все. И вот 50 лет. Четверо детей, пять внуков. Залог семейного долголетия у Митина в способности супругов уступать своей второй половине и не таить обиды друг на друга. Для молодых людей, которые только подумывают о создании своей семьи, у Ивана Алексеевича есть ценный совет. Сформулировал он его в стихах. Чужое счастье мы не крали, свое мы сами строили. Друг друга никогда не врали, лишь дружелюбно спорили. Семья Барановых по своему жизненному пути идет в соответствии с выстроенным когда-то планом. Они всегда мечтали о двойне. В этом году желание супругов наконец-то исполнилось. На свет у них появились сразу и мальчик, и девочка. Проблем с тем, как назвать детей, у супругов Барановых не возникло. Сразу решили назвать Марии и Артемы, и как раз 17 апреля я родила, и в этот день были именины Артема и Марии. Нам повезло. Четырем саровским семьям, у которых в этом году родились двойни, на торжественную церемонию вручили первые документы в жизни малышей, свидетельства о рождении, а также памятные подарки. Все идет из семьи. Как бы сейчас это ни говорили, что школу должна воспитывать, кто-то, общественный и так прочее. Вот то, что заложили в семье, то и будет на протяжении всей жизни. Особое место на семейном празднике было отведено для награждения по итогам фотоконкурса «Пап. Радость отцовства». Почти 50 участников и более полусотни работ. Выбирать победителя было нелегко, но, как отметили организаторы и участники, тут главное не победа. Главное – это прекрасные взаимоотношения внутри семьи. Это самая высокая награда для «Пап». Кирилл Васильев, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, СРОВ, 24.